говорят есть три вещи на которые можно смотреть бесконечно как вода до течет огонь говорит и как работает другой человек я тебе пожаловалась вчера говорю ой чеснок пара копать никогда сил нет его тяжело утром встаем все чеснок уже лежит мама сейчас села его обрезатель говорит и чё вам давай его топором быстренько тебе обрублю да не надо не надо в общем молча подошел сейчас обрубится а мама только носики по обрезает я в общем в этом году не занимаюсь чесноком меня освободили да вот вот поэтому и успеваю я вон с этим цветничком сегодня занимаюсь там пропалываю все здесь обстригаю виноград вот там в общем подстригаю всякие почвопокровники которые цвели тут вот трое сидят труженика обрезают чеснок ну молодцы ребят молодцы молодцы пол грядочки у нас было нам вот больше и не надо сейчас я поближе подойду покажу в какой он так ну вот моя рука такой достойный обнесла что прям уж там супер огромный но он хороший сша вот прям чистенький весь смотрю вот вообще нет донца подпорченного да мы ориентируемся всегда на стрелочку но мам не всегда знаешь помогает иногда погода бывает дождливая первая половина лета его зальет и много порченого а в этом году дождей мало было и он как-то хорошо и вроде как бы и и налился и в то же время не сгнил отлично я очень рада как говорится дело к стороне мама скажи что ты красишь мама красит доски для нашей вон той качельки она сейчас пустует для чего мы готовимся для какого праздника ну мы готовимся к празднику приезду моей тети это для цвета орех сто девятый так и еще что у нас сейчас будет когда все просохнет вот такой вот лапы свет не обычный самый самый простой чтобы закрепить тем так красиво ты смотришься на этой лавочке на это качельки я обучаю только себе чего я вот весь день ну кинь еще раз камешек как ты меня вызывал честно вызывает меня на улицу что-то он сделал ух ты какой трон красиво тём для моих берголи усов как ты их называешь для карпанели усов я сейчас выйду оценивать работу какой у нас был размер тем вот этих вот элементов 46 46 на 16 это вот мы взяли таких три элемента и тема заказал соседу вот такие круги на самом деле они у нас для чего другого были до заказаны в прошлом году а это вот под эту арку мы заказывали их просто больше вот там пять штук и вот четыре штуки у нас осталось диаметр круг по внешнему контуру 30 330 миллиметров то есть таз который на 9 литров он встает прям туда глубоко только ушки остается остается наверху все тем красота красота но можем нет можно было конечно диаметр круга побольше да что неустойчивая и думаешь она будет более устойчивая лова раз-два-три побежали лова 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 раз а ты побежали один на одном месте подачи попробуй подачи 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 Особенно тех этих. Их, 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 их. Их, их. А какая скотоваясь. Ой. Ааа. Аааа. Ааа. Ааа. Немать. Сейчас. Аааа. А ты мам с ними в козовник забеги. Ой. Аааа. Ааа. 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 Аааа. 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 Вот только у меня получилось от чищенных луковиц тюльпана Blue Diamond. И вот почти целый ящичек тюльпана Анжелика. Очень мне понравился этот тюльпан. Конечно. Луковица разделилась. Очень много и деток, которые конечно же на следующий год не зацветут. Но есть и хорошие крупные луковицы. Конечно же осенью буду сортировать. Для цветения в кашпо пойдут крупные луковицы. Средние луковицы и мелкие они пойдут на доращивание. Средние луковицы они могут зацвести на второй год, а могут и не зацвести. Но даже если не зацветут, я цветоносы все уберу сразу, чтобы луковица не разделилась ни в коем случае, а наросла хорошая луковица. Ну а мелочь конечно же не зацветет. Она будет доращиваться и будет сидеть в этом горшочке, наверное, года два. Затем первые цветоносы тоже я на них буду убирать, чтобы луковица подросла. У нас теперь традиция. Каждый сбор мы будем снимать ягодку. Только я сейчас руки помою. Кушайте, кушайте. У нас сегодня Марина у бабы Наташи на даче. Там тоже малину собирают. Так что у них там своя, у нас своя свадьба. Хорошая малина. Это вот первый раз по сути дела толком-то собрали. Вот там еще конечно много ягоди зеленых. Вот эта вот малина желтая, она очень долго... Ну, кстати, из красной. Это красная. Но не до осени, нет. Просто очень продолжительный период. На ней вот очень много и спелые, и висят еще такие вот прям маленькие зачатки ягодки. То есть где-то месяц или полтора точно будет. Давайте ее высыпем. Чтобы она видно. Я старалась аккуратно собирать. Ой, какая красивая. Но все равно хоть где, видишь, мусоринки попадаются. Но малину не моют. Малину просто чисто собирают. Ай, как красиво. Дайте мне вот эту сфотографию. Какая больше ягодная? Смотри, бомба. Смотри, бомба. Смотри, бомба, да? Смотри, бомба. И вот. Это самый пик пойдет. Ну вот они, крупнющие. В этом году вообще что-то неимоверное. Нет, она всегда, каждый год такая крупная, мам. Она каждый год такая крупная. Называется желтый гигант. Очень крупная. Можно еще раз оставить. Желтый гигант. А вот это вот сказка. Малина. Развели же мы ее. И вот она чистенькая вся. Потому что я ее обрабатывала. У меня единственная проблема была в этом году. Это... Где мы взяли? Это... Нет. Это мама Наташа нам привозила. А какой-то я выкопала там. И... Нет, нет, нет. Мам, это сказка. Это Марина сказка. Я ее просто знаю. Я ее и на вкус ее и на форму знаю. Она не очень крупная. Она сладкая. И ее очень-очень много. Она ароматная. Вот этой чуть поменьше, но она очень крупная. Вот самое главное, чтобы Марина была крупная. Потому что ее было много. За ней нужно ухаживать. Я ее поливала хорошо. Весной за молодыми побегами. Во-первых, их нужно прореживать. Оставлять. Не надо оставлять их все десять, которые всходят. Надо выбирать самые сильные. Мелочь всю. Прорежу. Убирать. И давать, и подвязывать эти побеги, чтобы они не валяли, чтобы они были вертикальны, чтобы на них солнышко попадало, чтобы там фотосинь ушел. Обязательно обработки. Она вот только разошлась у нас. Ее любят родители. Она крупная, да? Господь, как создал. Какой красавец. Нет, на. Ты же ее делала просто показать. Какая красавец. Посмотреть даже. Ну, она на палец одевается. Смотри. Угу. Я же тебе говорю. Раз. Вот так раз. У бабушки не получается. Я красная шапочка. А мне желтая. Я оттуда. А ты откуда? Пока вы играете, я поем. Да играете сейчас. Ух ты. Ух ты. Я не знаю. Много. Пожараться. Слушай, 8 грамм. Вот так. А вот это. А если ты эту, например? Это 6 грамм. Да идите что? А давай малину сказку. Давай. Давай. Вот у нее средняя ягодка вот такая. Малина сказка. Малина сказка 3 грамма. А это 8 грамм. Даже были. Больше даже были. А если мы сразу же 5 грамм? Подожди. Ну 5. Это же не интересно. 5 сразу. Ну 5 грамм. Ну слушай. От 5 до 8 грамм. Ну это вот маленькую я взяла. А это крупная вот. Желтый гигант называется. Ну вот один из кустиков малинового гиганта. Вроде бы ягоды не очень много. Но вот даже мне кажется через камеру видно какая она крупная. Ну вот прям на кустике в сравнении с моей рукой покажу какая ягода. Ну крупная. Хороший сорт. Вот начеренковала я готовничек. Который заказывала в Garden Plants. Прекрасно. Просто черенкуется. Я не знаю. Наверное на день 4 уже появились корни. Такие вот хорошие череночки. Сейчас я их пересаживаю в 200 граммовые стаканчики. Немножко они у меня подрастут в них. И уже буду на постоянное место в длинный цветник. И в миксбордер перед домом. Где-то вот такие хорошие черенки у меня были. Где-то поменьше. Где-то вот так вот верхушечки. В общем 100% укоренились. Вообще ни одного выпада. Так что готовник черенкуется на 1, 2, 3. В общем поместила я в бочку уксусную матку. Будет наверное 3 кусочка. С 3 литровых банок. И немножко подмешала туда сахарку. Кислотность приблизительно равна 4. 3,5-4. В общем вот такой вот водичкой я поливаю голубику. И если мне надо подкислить гортензию. Покажем как она выглядит. Вот так вот выглядит уксусная матка. Вот этот кусочек формировался когда банка была полная. Вот здесь вот. Вот этот кусочек сформировался уже когда в банке было по плечике уксуса. И вот сейчас мама может еще одна образоваться. То есть мы это все вытаскиваем и матка опять заново образуется. В общем на 200 литровую бочку я бросила ну вот приблизительно 3 таких кусочка. То есть они были разного размера. Вот. Но это не принципиально. В общем немножко подмешала сахарку тоже на глаз. Вот сколько было у меня там старого сахара может быть килограмм. Я размешала и подождала наверное недельку. И вот кислотность у меня сразу в водичке изменилась. Даже цвет воды поменялся. Он такой немножко голубоватый стал. В общем вот так можно подкислять гортензию голубику просто великолепно. У кого есть домашний уксус яблочный никогда не выкидывайте уксусную матку. Это очень хорошее средство. Не только для подкисления гортензии и голубики но и для кваса. То есть если этот гриб поставить на солнце подкормить его чайком просто сладеньким. Это потрясающий напиток который утоляет летом жажду. И вообще просто очень вкусный и главное полезный. Вот для этих целей мы купили вот такую интересную красивую конструкцию. Она называется лимонадница. То есть грибок сам плавает на поверхности. Вот сюда мы заливаем сладкий чай. Обязательно он должен быть конечно же не горячим. А здесь снизу краник все удобно подошел налил выпил. В общем не надо постоянно банку переворачивать. Очень и очень удобно. И смотрится очень красиво эстетичная у него такая основа. Вот обязательно нужно поднимать. Потому что нужно какую-то кружечку подставлять под краник. В общем купили и радуемся. А так у нас в трехлитровой банке стояло. Нужно было постоянно наливать через край. Неудобно. Друзья наверное в конце июня я в этом году высаживала томаты. Показывала вам что у меня строилась теплица. Она еще не обшита. Потому что Тема занимался в первую очередь теми делами которые были неотложные. И в общем сейчас вот в августе он запланировал обшивать теплицу. Вот сейчас он здесь занимался капельным поливом. Но кстати его тоже еще не доделал. Конечно урожай который в этом году это не совсем то на что я рассчитываю в следующем году. Но все равно считаю что результаты неплохие. Учитывая то что рассада моя мучилась как я уже сказала до конца июня. Ну вот первые вот сейчас вот в кадр попадают это два томата волшебная арфа. У меня очень много в этом году сортов от Светланы Ларисат. И вот смотрите как интересно влияет формировка. Вообще это высокорослый томат неограниченного роста. То есть он детерминатный. Смотрите вот один куст я формировала в три стебля. Вот такой вот он высокий. А вот здесь я ничего не формировала и он как-то сам завершковался. Хотя вот семена говорю что одни и те же. Но зато здесь посмотрите сколько плодов снизу и как реденько здесь. То есть они тоже есть но они как-то распределены на высоту всего куста. Вот посмотрите хочу похвастаться листвой. Листва конечно очень хорошие. Потому что я поливаю с фитоспорином. Вот я открыла для себя фитоспорин. Ну и посмотрите какие листья. Просто загляденье. Просто загляденье. Зеленые, ровненькие, не подкрученные. Фитоспорин конечно он отвечает за здоровье растения. Я думаю что когда здоровье в порядке у растений то оно хорошо его усваивает все питательные элементы которые мы растению даем. Вот это вот трюфель желтый. Трюфель желтый. Хорошая кисточка тут завязалась. Он и дальше тут завязывает. Вы знаете у меня вот единственная проблема. У меня вершинная гниль. Никогда не было такого. Видимо в этой почве не хватает кальция. Ну и потом стресс который мои томаты перенесли. То есть вот нижние кисточки очень многие поражены. И вершины гнили. Вот здесь посмотрите неплохо завязалась первая кисточка. Но учитываем когда я высадила томаты. Поэтому то что выше это все конечно еще совсем совсем маленькое. Это то что я вам сейчас показала южный загар. Вот черри литл пинки. Но опять же да вот только только начинают поспевать первые томатики. Завязывается кисточки очень достойно. Посмотрите вот кисточка есть. Она полностью вся завязана. И это уже третья или четвертая. Вот здесь тоже смотрите. Вот там выше. То есть томаты гибриды они в этом смысле молодцы. Завязывают очень все правильно. Вот здесь вот гибрид мажор. Вот так вот завязал. Здесь у меня целый ряд. Это моих любимых томатов. Про которые я вам всегда рассказываю. У них потрясающий вкус. Он не очень высокорослый. Посмотрите он не стремится достичь высоты максимально быстро. Но у него крупные достаточно крупные плоды. Они розовые салатные. Но очень вкусные. Я вкуснее томата не ела. И именно по этой причине я его буду выращивать всегда. Потому что вкус конечно у томата для меня имеет очень важную роль. Как то я неправильно все показываю. Но конечно они еще у меня не соспевают. Ну вот так вот выглядит. Вот видите вершинная гнилька. Вот она. А нет здесь. Здесь кстати нет. Здесь просто он ведь корявенько сформировался. А там вот есть у меня вершинная гниль. Вот. Но это я буду учитывать и обязательно. Обязательно либо кальциевой селитрой. Либо буду как то яичную скорлупу растворять в уксусе. Ну в общем то тоже неплохо завязался. Но было бы лучше если бы томаты были бы вовремя высажены. Потому что я вижу что кое-где потерялось по два по три цветочка на нижней кисти. А это конечно очень существенная потеря урожая. Вот. Причем что они не то что опали. Их вообще не было. То есть когда в стрессе находились томаты. Как раз он закладывал кисточки цветочные. И понял что в таком маленьком грунте ему ничего не выкормить. Вот поэтому заложил просто мало цветочных вот этих вот почек. Если так можно сказать. Вот. Ну здесь вот они все. Чуть меньше чуть больше какие то. Вот. Ну у них достойный достойный размер плода. И. Ну они очень вкусные. Не устаю повторять что они вкусные. И вот кое-где начали поспевать. Вот здесь вот. Они кстати ранние. У них листочек не очень вот здесь вот внизу. Что это у нас. Недостаток какого элемента железа наверное да. Потому что калий у нас по краю листочка. А вот когда вот межилковые пространства желтые. Это у нас железо. Но вот дальше лист идет очень зеленый ровный. Красивый такой. Прям выставочный. Хорошие листья. Вот. Здесь тоже самое. Вот так вот обойду. Вот видите. Видите. Вот она вершинная гнилька. Но ничего страшного. Я даю созреть. Мы вырежем и съедим. Это не грибковые заболевания. То есть это физиологическое такое состояние растений. Когда не хватает именно кальция. Но насколько вот я смотрела и читала. Если я не права поправьте меня. Я не томатница. Я не огородница. Я не претендую на знания в этой области. Я просто показываю вам свои небольшие результаты. Следующую глядочку я обошла с другой стороны. Хорошо здесь еще поликарбонат не обшит. Вот здесь хорошая. Хорошая кисть. Это вот мамины любимые томаты. Ой. Как давно у нас эти семена. Я даже сказать не могу. Вот мы называем их лампочка. Очень хорошо завязывают. Крупные нижние. Чуть помельче. Выше, выше, выше. И он вяжет до конца осени. Конечно при условии что есть теплица. Так здесь тот же самый томат. Вот здесь хорошо. Я даже сейчас посчитаю сколько на одной кисточке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь томатов. Вот она. Вот она кисть. Семь томатов. То есть в сравнении с моей рукой он достаточно крупный. Но опять же это на нижних кистях. Так вот здесь вот такая вот уже выше завязалась грозночка. Неплохая. Ну и вот труженик Батяня. Уж правда. Светлана Ларисат говорила, что это рабочая лошадка, которая накормит всех. Посмотрите. Вот здесь в два стебля. Вот одна кисть. Вот вторая кисть с двух стеблей. Дальше он там завязывает. Ну здесь жара стояла. Видите, здесь плоховато завязалась. Но все равно нижние кисти я не потеряла. Они хорошие. Такие вот уже. Видите, начали созревать. Вот здесь вот зеленый плохо видно, конечно. Но все равно. Ну понять можно, что урожай не супер, но неплохой. Так вот это Путин. Путин. Тут снизу была проблема, видимо, какая-то. Но он все реабилитировался на второй кисточке. Все выдал. Вот тут тоже, наверное, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь томатов. Причем мелких-то и нет. Вот уже один созревает. Вот самый маленький вот такой вот. Вот крупный вот. Крупный вот такой вот. В полную ладонь. Сейчас все-таки обошла с обратной стороны. Там неудобно было показать еще. Ботяньку вот с этой стороны покажу. Боюсь. Вот кисточка как бы не оборвалась, но она, в принципе, тут лежит прямо на этом, на мульче. Вот. И вот здесь вот с этой стороны. Ну, в общем, ботяню будем выращивать однозначно. Светлане огромнейшее просто спасибо. Хороший сорт, такой вот достойный. Я не знаю, какой он еще по вкусу, но я думаю, что Светлана бы плохой не оставила. А вот здесь вот томат, который мне как-то мама Наташа свекровь привозила. Вот эти мухаминер в этом году у нас орудиют. В рассаде. Купила рассаду, и мне так понравились вот эти томатики. Они такого классического томатного вкуса и очень-очень легкие. Они у нас лежали до марта, наверное. И вот как-то плохо у меня семена сходили. И вот единственное растение, которое смогла вырастить. Ну, не знаю. Может быть, это был гибрид все-таки. Хотя вот Светлана мне сказала, что и от гибридов спокойно можно собирать семена. Они прекрасно растут, плодоносят. Здесь опять же мой любимый вкуснячий томатик. Здесь вот пострадала нижняя кисточка. Всего два завязалось. Здесь тоже не очень, не очень, но есть. Вот здесь вот готовится к подключению системы капельного полива. Думаю, что у нас еще год я обязательно об этом расскажу. Ну, в общем, друзья, вот такие вот новости в моей еще не доделанной теплице. Надеюсь, это было кому-то интересно. А на сегодня это все. Благодарю вас за просмотр. Всего вам самого-самого доброго.